Всех привет, дорогие друзья! Сегодня у меня будет видео, смиксованное с разными нарезками. Что хочу рассказать, сразу перейдем к делу, к новостям. Я держу вот такой вот интересный конверт в руках и держу свой паспорт. Кстати, помните, это из потерянных посылочек. Вот такая папка, которую я купила за 1 доллар из кожи. Она мне служит папкой для паспортов. Это тем, с потерянным посылком. Значит, что хочу сказать, что можете мне поздравить после 5 месяцев пребывания в Канаде. Это делают люди до обычных приезда. А я вот сделала только после 5 месяцев приезду. Получила канадскую визу. Я сейчас расскажу, как же это получилось. И немножко расскажу про план действий, каким образом можно вклеить визу внутри Канады. И как так получилось. То есть, кто не знает. Мы сюда заехали все без визы. Вклеенной, физической. Мы заехали просто по такому письму, которое присылается на почту. Это называется Foil Less Visa. Она дает только одноразовый въезд. То есть, один раз мы вот заехали в Канаду и все. Больше мы никак воспользоваться им не можем. Поэтому, когда мы порешали уже здесь всякие бытовые текущие дела в Канаде, то я поняла, что нужно срочно делать визу. Потому что, как говорится, душа не на месте была. Я понимаю, что без визы мы, ну как выездные, но мы выездные только в один конец. Вернуться вдруг что, мало ли что, мы не можем. Поэтому нужно было срочно делать визу. Я сделала все, кстати, по видеороликам в Ютубе. Я обожаю в этом плане Ютуб. И спасибо тем, кто снимает такие подробные ролики, как, что, зачем делать. И прям подробно, как анкету заполнять. Все это есть, вся эта информация. Я взяла все в Ютубе. Но на самом деле, на заполнение анкеты у меня ушло довольно много времени. Где-то 4 дня. Потому что я заполняла на всех членов семьи. 4-х, то есть каждого члена семьи. Там было много всяких пунктов. До каждого членов семьи нужно было отсканировать, подкреплять документы. Все возможные. То есть начиная там от паспорта, свидетельства, все разрешения. Там все-все-все-все-все. В общем, много было вот такой вот работы. И затянулось у меня немножко это. Но ничего страшного. Заполнила я анкету и ждала. То есть вы создаете на государственном сайте свой кабинет. Делаете этот запрос. И я ждала, в принципе, недолго. Где-то вся процедура у меня заняла 2 недели. Но пока вклеила визу только я. Привет, друзья. У нас сегодня тележечка такая небольшая. Совсем тут мало всего. У нас закупка не в Костка, а в Суперсторе. И, как я говорю, супербюджетно для нас. Уже в последнее время 92 доллара получилось. Потому что у меня еще есть скидка сотрудника в Суперсторе. Но это отдельная тема. Значит, скидка у меня 10 долларов. Боже, 10 долларов. 10 процентов. Вроде бы как. Сейчас я вам быстро покажу, что на эти деньги мы купили. Итак, это Цезарь салат. Такой салат в Суперсторе с заправкой и с сухариками. Стоит 3,99. 2,25. По-моему, 2,29. Итальянская паста канадская. Итальянско-канадская. 450 грамм. Активия тоже по акции. Ваниль. Мне нравится больше всего этот вкус. Очень, кстати, вкусно. В Канаде активе. Не знаю, говорила. Уже, по-моему, или нет. По акции взяли вот такие филешечки. Обжаренные. Это рыбные. Тоже они были по акции. Все по акции. По-моему, 3 с чем-то долларов авокадо. Давно не брали уже. 6,90. 100% масло оливковое. Это для салата. Так. Сырок. Вот такие по 5 долларов. Хорошая эта фирма. Нарезка. Пироги. 2 с чем-то. Хорошая бюджетная цена. Почти килограмм вареников. Дальше мясо. Курица. Вот такие ножки большие за 8 долларов. Килограмм 8,57. Вот такой смесь. По-моему, 6 долларов. Здесь, смотрите, всякие орешки, семена и зубы. Что я делала? То есть вы заходите в свой кабинет и видите. Ждете, пока обновят, вы заходите в свой кабинет и ждете, пока обновят статус вашей заявки. Когда я увидела, что обновили статус моей заявки, мне прислали request, запрос на паспорт. Все там есть, то есть не нужно никуда ходить, переводить. Все там есть, все понятно, в принципе. Но это мне уже понятно, потому что я получила. Когда вы делаете это первый раз, конечно, нужно чуть-чуть разобраться. Приходит вам запрос на паспорт, вы открываете этот файл, распечатываете его обязательно. И находите в интернете, куда отправлять. В Канаде все эти паспорта отправляются на Оттаву. Адрес также есть. Значит, самый главный момент, даже с вот этими письмами, конвертами. Потому что много информации очень, как с Польши отправляют, как еще, как еще. Но видео нормального, где разъясняют, как отправлять внутри Канады, мало. Ну, я не нашла, по-моему, никого. Потому что мало кто-то таких случаев, вот как мы. Поэтому вдруг кому-то это пригодится. Вдруг кто-то тоже здесь сидит в Канаде без визы, с фойл, с визой. И не знает, как дальше действовать. То я рассказываю. Вы идете на почту. До этого вы готовите свой паспорт на вклейку. Вы распечатываете вот этот запрос, который вам официально пришел. Там, листочек А4. Также внутрь я положила еще напечатано. Можно от руки написать, но лучше напечатать. Такое письмо. Я такая-то, такая-то. Пожалуйста, отправьте мой паспорт на обратный адрес. И написала еще раз свой адрес, еще раз свой телефон. Вот такая вот бумажечка, которую я вложила в конверт. И на почте нужно купить два вот таких конверта. Обратите внимание, что это конверты необычные. Это экспресс-пост. Они очень дорогие. Почему? Потому что в стоимость этого конверта входит уже доставка и tracking number. То есть это как бы конверт уже с доставкой. Вы покупаете два таких конверта. Он, кстати, называется envelope. Я не знаю, как envelope, как-то так, как читается правильно это слово. Но тоже впервые его услышала, кстати, здесь. Как будет вот именно этот конверт. Он называется envelope. Я напишу вам здесь на экране. И вам нужно два вот таких конверта купить. Один маленький. Вот такой для паспорта подойдет. Называется size small. И второй был формат А4. Size, по-моему, medium. Два этих конверта вы покупаете с обратным адресом. Вот этот маленький конвертик здесь вы вкладываете внутрь большого вместе со своим паспортом. Что означает, что когда они получат большой конверт, они открывают, вклеивают вам визу в паспорт и кладут его в ваш уже с адресом маленький конверт, и который оплачен. То есть уже оплаченная доставка. Они просто паспорт туда раз, заклеили и отправили. Система, на самом деле, довольно простая. Оплатить эти два конверта, конечно, не дешевым удовольствием. Два конверта с отправкой, с вот этим трекинг-намбером получилось около 55 долларов. Ну а что делать? Ну самый главный интересный нюанс, что остальным моим членам семьи никому не пришел запрос на паспорт. И я не знаю, возможно, я сделала ошибку, что нужно было сразу все паспорта отправлять одним письмом, не ждать остальных вот этих запросов, а может и нужно ждать. А теперь сижу и жду, и неизвестно сколько ждать, чтобы остальным всем дали визу. Но систему я уже поняла, и надеюсь, что вам тоже помогла, рассказала немножечко, как это работает. Итак, дальше поехали. Вот такая активия для иммунной системы в таких питьевых баночках. За 3 доллара, точно помню, сейчас по акции 10% сливки, хотя я уже говорила, нам понравились более, ну, 35% они в два раза дороже, 6 чем-то долларов стоят. Поэтому взяли такие. Бананы по 69 копеек, 1 лимон, не знаю на сколько. Вот эта картошка, слушайте, здесь, по-моему, килограмм 9, и она у тех, у кого есть карточка, по-моему, 9, ой, 8 долларов, 8. Также я взяла вот такую заправку от Суперстора. Боже, тут голубой сыр, я не видела, что здесь голубой сыр с пармезаном для Цезаря. Дальше сок вот такой по акции тоже от Суперстора. Стоил 3,90, если не ошибаюсь, да, и так цены помню. Это сырок стоит 5, за 90-5 копеек вот этот хлеб, который пекут, прям Суперстория. Мне он, в принципе, нравится. Донаты вот такие с 3,50. Авокадо, я сказала, вот такие слойки с 30% скидкой, я, честно говоря, не знаю, сколько со скидкой, но где-то, наверное, тоже доллара 3 или 4 или 5. И опять моцарелла такая 5 долларов, и 8,90 стоит палетка из 30 яиц. Вот такая вот очень выгодная, мне кажется, выгодная, бюджетная, все нужная. Покупочка была сегодня. Но здесь мясо, а, нет, есть мясо чуть-чуть, рыба. Нету чего? Нету молока, потому что молоко у нас, на удивление, осталось еще с прошлой недели. Так что, вот такая вот закупка. Я просто читала тоже комментарии, которые вы писали. Читала, что многие из вас, кто живут здесь, предпочитают больше покупать продукты на неделю. Все-таки Суперстор предпочитают, а не Костка, потому что, ну, Костка дороже. Ну, как, Костка не дороже, Костка дороже, получается, заход сам. Но там некоторые продукты, знаете, как некоторые продукты дешевле, я поняла, в Суперсторе. Некоторые в Костка просто выгоднее, если ты покупаешь оптом, большими партиями, большими, да. Если вот так вот по чуть-чуть брать всего, то Суперстор очень хороший, да. Мне тоже он нравится, магазин по качеству продуктов, по цене. Волмарт мне не нравится. Это как бы на крайний случай, так как он прям возле дома. Но в основном, и у нас тоже многие украинцы ездят именно в Суперстор, поэтому Суперстор рулит. Друзья, сейчас купила сегодня вот такой вот блеск EOS, потому что что-то все мои бальзамы, кое-что позаканчивалось, кое-что надоело. А это один из моих самых любимых. Когда-то заказывала его всегда с американских сайтов, домой. А здесь это, знаете, обычный бальзам, который продается в любом магазине, в аптеке. И сейчас Суперстор на него хорошая цена. Цена 3,50, 3,49 даже. В общем, цена шикарная. И я думаю, возьму. Знаете, что удобно? Удобно вот эта форма такая, как яичко, что он довольно большой, и он не теряется, потому что мелкий. У меня вечно где-то ищу по сумкам, ищу по карманам, не могу найти. А вот такой вот большой сразу видно его. В общем, это 100% натуральный липбал, бальзам. Здесь он идет у меня с кокосом, с кокосовым молоком и с кокосом. Сейчас я открою и вам покажу. Кто не знает эту фирму, это очень хорошая, качественная фирма. Они производят косметику для губ и косметику для рук. Я знаю, есть крема EOS. Не только. Ну, то есть есть такое по уходу за телом. Есть косметика. По-моему, у них есть боди-лосьоны и есть для бритья, кстати, тоже в деле. Вот мое домашнее чечение. Я понабирала разных брошюр про БАДы. На самом деле оказалось, что в Канаде очень много своих БАДов, то есть канадских, о которых я и не знала многих, и не слышала. Есть даже винипежские БАДы. Представьте себе, в Винипеге тоже есть производство БАДов. И они довольно качественные. Чем мне нравится наш магазин, что они очень хорошо, знаете, осознанно подходят к продаже БАДам. Они не продают, что попало, и все подряд, как в супермаркете. Они подходят очень выборочно и продают только качественные бренды. Вот, допустим, канадские бренды, с которыми я начинаю знакомство. Вот такой бренд. Дальше Флора. Я его знала, Флора. Он продается на iHerb. Он, оказывается, канадский. Дальше вот такой бренд Bell. Бренд от магазина. Это именно канадский винипежский бренд. Он называется Health First. Его можно купить только в нашем магазине. Нигде, ни в суперсторе, ни в каких аптеках вы его не купите. И он отличается качеством. То есть за него ручаются производители, за него ручается наш магазин. За качество этой добавки. Вот так они выглядят. Они производят в основном... Баночки у них все в темном стекле. И вот такой зеленый лепесточек. Написано Health First. Вот еще популярный бренд. Prairie. Как-то так. Naturals. Он называется в магазине. Его часто берут. Самым популярным является витамин D3 этой марки. Кстати, интересные дозировки. Здесь в Канаде. Профилактической дозировкой для взрослого человека является не 2000, а 2500. То есть интересная дозировка я такой даже не встречала. Обычно идет по 1000. 1000, 2, 5, 10 и так далее. А здесь у них интересно 2500. Это такая стандартная профилактика для взрослого. 1000 для ребенка. Особенно в зимний период. Они все это понимают и все пьют. Тоже вот очень хороший бренд. Это только часть я вам показала. В магазине представлено очень много разных брендов. Есть и американские, я же говорю. Но они все качественные. Потому что, как оказалось, в супермаркете довольно много некачественных брендов продается. Всем привет! Сегодня я хотела рассказать про такую добавку гликозаминных андроитин сульфат от фирмы Health First. Это локальная канадская марка, которая производит БАДы. Я с ней сталкиваюсь впервые, потому что работаю сейчас в магазине, который продает данные БАДы. И не только данные, да. И вот взяли на пробу попробовать эту марку. Потому что данными БАДами, знаете как, они не то что довольны. Они гордятся. Они уверены в качестве данных канадских БАДов. Торговая марка Health First продается в магазине Vita Health. Есть такой магазин добавок и эко-еды, и здоровой еды. Вот, поэтому хотела вам показать. 180 капсул. Стоит такая баночка около 33 долларов. Три капсулы в день. И будем пробовать. Здесь стекло, видите банка такая, большая, темное стекло, крышка. Будем пробовать новые канадские супер качественные БАДы.